Добрый день, уважаемые подписчики! В этом видео я бы хотел поговорить о том, как издательский дом коммерсант решил монетизировать данное ему государством право быть официальным медиаресурсом, где публикуются объявления о несостоятельности. Что мы с вами имели раньше? Официально, вот если перейти в раздел банкротства, здесь вот написано, что коммерсант получил статус официального издания для публикации сведений предусмотренных федеральным законом о несостоятельности. Все бы замечательно, но если вы официальное издание, то в это официальное издание должна быть какая-то возможность заглянуть хотя бы одним глазом, ну и желательно, чтобы не все мне издание ваше нужно, а вот какое-то конкретное объявление. Так вот, раньше история выглядела следующим образом, то есть газета выпускала субботний выпуск, в этом субботнем выпуске, который был больше 100 страниц, опубликовалось 1000 новых объявлений о несостоятельности. Так это есть и на данный момент, то есть вы можете приобрести бумажную версию коммерсанта, либо PDF-версию, вы можете перейти на сайте в соответствующий раздел, допустим, PDF-версия газетных полос. И вот здесь смотрите, если вам нужна подписка на газету Коммерсант, вот где банкротство публикуется, это субботний выпуск, соответственно нажимаем параметры, выбираем период. На один месяц 480 рублей, на 12 месяцев 5760, даже никакой скидки нет, ну это очень странно. То есть, пожалуйста, можете прям подписаться и через PDF-версию, купленную за деньги, вы можете в редакторе там, в любом PDF, вы можете находить объявление, используя поисковые возможности. Об этом я снимал дополнительное видео, как это делать. Но, раньше была возможность просто на сайт прийти, перейти вот в этот раздел поиск сообщений о банкротстве, вести здесь какой-то поисковый запрос и посмотреть те объявления, которые вы даете системе. Это был очень простой функционал, он сейчас вообще не изменился, то есть, они добавили возможность поиска по ИНН, ОГРН, номеру объявления и поле по ключевым словам. Раньше это одно и то же поле было, сейчас они два поля сделали. Ну хорошо, прям вот разорвали просто функциональными возможностями. Но самое неприятное то, что теперь, когда ты, допустим, хочешь какой-то лот найти, допустим, автомобиль Toyota, нажимаешь кнопку найти, появляются объявления по продаже автомобиля Toyota. Но, если ты хочешь его посмотреть, обратите внимание, вы можете оплатить пробный доступ. Замечательно. Стоимость данного доступа, видите, 10 рублей один день или 5 просмотров. Причем есть даже другие тарифы, то есть, вот обратите внимание, вот тариф на месяц 300 рублей. Я не знаю, что они пытаются вот этими тарифами, там, как-то экономику свою увеличить, может быть, холдинг-коммерсант недозарабатывал на этом. Но, что хочется сказать, смотрите, вот то, что вы здесь показываете рекламу, это, на мой взгляд, приносит весомую долю доходов. А рекламу эту смотрят люди, которые сюда приходят на сайт газеты Коммерсант. Теперь люди, которые сюда приходят, они один раз вот это вот, в том, что это стало платным, увидят и больше сюда ходить не будут. В итоге посещаемость сайта упадет и, извините, а кому показывать рекламу-то будете? Кому будете показывать рекламу? То есть, смысл вот собирать вот эти копейки, ну, для меня он, по крайней мере, непонятен. Плюс, уж коли вы официальное издание, то нужно уже хоть где-то быть как бы официальным и не пытаться вот на всем заработать деньги. Ну, наверное, это мой сугубо предвзятый взгляд. Холдинг-коммерсант, сколько это частная структура, им оно, конечно, виднее. Но, что мы теперь имеем? Газета Коммерсант, допустим, в нашем городе Смоленск, в котором чуть больше 300 тысяч населения, вообще нигде не продается. Потому что, ну, по большому счету, она мало кому нужна, это узкоспециализированная газета, поэтому найти ее днем с огнем просто нереально. То есть, мне реально негде ее купить в Смоленске. Это областной центр, я уже молчу про районы, городки. А в интернете я могу приобрести только PDF-версию, подписаться, конечно, могу и на бумажную, но мне ее ждать, получать попозже совсем неинтересно. Плюс бумажная версия работает просто неудобно, потому что, ну, там очень мелкий шрифт, огромное количество объявлений, это просто навредит своему здоровью. Работать с PDF-версией тоже не особо удобно. Их поисковый интерфейс, обратите внимание, он стал платным. То есть, вот теперь получается, что газета Коммерсант со всеми ее там PDF-версиями, печатными версиями, она для тех, кто реально интересуется торгами по банкротству, нужна постольку поскольку. Потому что появились новые сервисы, платные, и остался один шикарный бесплатный сервис. Вопрос теперь, вы что пытались сделать? Вы хотели денег заработать? Так, мне кажется, вы теперь рекламу не показываете, и вы их просто потеряете. То есть, смысла от всех вот этих вещей, которые Коммерсант внедрил, то есть, сделал платным сервис. Это очень странная история. Вот чисто для сравнения хочу привести, допустим, сервис поиска объявлений по сдаче там в аренду квартир и все остальное, как Booking.com. Вот смотрите, выглядит это следующим образом. Вот кто из вас пользуется Booking.com, знает, вы туда приходите, забывает там какой-то поисковый запрос, вам выдают предложения, которые есть актуальные по рынку. За то, что вы пользуетесь этим сервисом, заплатит тот, кто сдает эти объекты в аренду сервису Booking.com. Но с вас, как с пользователя, Booking.com не берет ни копейки. Очень удобный функционал, все специально для вас подобрано, и все это бесплатно. На Коммерсанте суть та же, то есть, по большому счету, Коммерсант должен вам транслировать объявления о продаже чего-то, о предоставлении вот этой услуги. То есть, они продают фактически эти объекты, они публикуют информацию о них, но теперь, чтобы просто посмотреть на эти объявления, тебе нужно заплатить деньги. Это очень странно выглядит, согласитесь. Это при всем при том, что вот эта их работа по размещению объявлений, она не является бесплатной. Размещение любого объявления, которое я вам открывал в поисковом запросе, оно стоит денег, то есть, это не бесплатно. Каждое слово в газете, то есть, вот каждая такая публикация, она должна быть по закону, официально. То есть, если ты что-то продаешь с торгов по банкротству, то конкурсный управляющий обязан разместить здесь публикацию. И он за это платит деньги. Каждое слово в газете Коммерсанте стоит денег. То есть, все уже оплачено заказчиком, так же, как на Booking.com. Но, чтобы просто посмотреть на эти объявления, ты должен заплатить деньги. Ну, это вообще, это прям бизнес по-русски. То есть, я прям представляю, как вот собрался топ-менеджмент холдинга Коммерсанта, говорят, так, слушайте, мы где-то миллионы не дозарабатываем, конец года, надо поправить финансовый план. Давайте сделаем вот какой-нибудь мощный сервис, вот по 10 рублей будем с ребят, понимаете, собирать. А то очень много рекламы идет в интернете, все прям торгаем по банкротству, интересуются. Давайте эту тему монетизируем. Выглядит это несколько странно и вот, ну, желание прийти на сайт Коммерсанта, оно вообще пропало. То есть, ну, я не читаю эту газету, к сожалению, да, наверное, там масса полезной информации. Но, вот смотрите, тут месяц подписки бесплатно, тут они какую-то подписку бесплатно. То есть, видимо, снижается объем продаж газеты и вот они попробовали как-то дополнительно монетизировать. Но мой совет вот тем, кто делает этот сервис, не занимайтесь этим. На продажу вот этой рекламы, которая вот здесь появляется, мне кажется, вы заработаете значительно больше. А люди, которые, хоть кто-то, знаете, новички пользовались с поисковым интерфейсом Коммерсанта, они просто теперь от вас уйдут. Теперь давайте я дам пару практических советов о том, как искать объявления, да, все так же бесплатно. Смотрите, Коммерсант это коммерческая история, то есть, люди зарабатывают деньги, просто им дали когда-то официально пау, или они его купили на каком-то конкурсе, я не знаю. Но у нас с вами остался наш любимый Единый Федеральный Рестор сведения о банкротстве. Поэтому, если вы только пришли на торги по банкротству, пользуйтесь именно этим ресурсом. Ссылочку я оставлю в описании под данным видео. Смотрите, Единый Федеральный Рестор сведения о банкротстве. Здесь есть вкладка торги, переходите в эту вкладку. Если вы ищете объект по своему региону, вот краткий экскурс, выбираете свой регион, давайте выберем Владимирскую область, вид торгов, торги путем публичного предложения, это когда цена снижается. И статус торгов, давайте, допустим, выберем открыт прием заявок, то есть, это реально торги, на которые вы можете подать заявку. Нажимаем поиск. Вот смотрите, появились объявления по Владимирской области, где цена падает. Чтобы просмотреть каждое из этих объявлений, здесь все не так просто. Смотрите, вот вам нужно нажимать на этот вид торгов, видите, написано публичное предложение. Вот нажимаете сюда, на публичное предложение, вам показывают непосредственно это объявление. Можете нажать подробнее, да, то есть, все-все-все-все прочитать по этому объекту. Спрашивается, для чего мне деньги какие-то платить, смотреть вот эти публикации, если все это официально есть на фидресурсе, абсолютно бесплатно. Хорошо, если вам этот объект понравился, то вам нужно запомнить, как назывался должник, вот ПАПСТ Наталья Михайловна, и перейти на электронную торговую площадку. Вот она указана, центр дистанционных торгов. Переходим вот по ссылочке. Нажимаем вот здесь вот фильтр, открыть. И давайте с вами напишем фамилию нашего должника. Вот, пожалуйста, открываются все торговые процедуры. По каким-то из них торги отменены, статус вот справа, по каким-то идет прием заявок. То есть, все, вы можете сюда перейти, посмотреть, каков задаток, скачать дополнительные документы. Все доступно, то есть, вы все это можете получить через фидресурс, абсолютно бесплатно. Зачем вам нужен теперь платный функционал коммерсанта, вообще непонятно. Прежде чем, наверное, такие вещи делать, что-то делать платным, надо дополнительно какой-то функционал для людей ввести, чтобы были какие-то настройки, какие-то фильтры. Они ничего не сделали, просто хотят денег. Ну, странная история. Следующий сервис, даже группа сервисов, которым я вам рекомендую использовать, это не фидресурс. Фидресурс это как бы единый агрегатор, это государственный сайт, который никогда не станет платным. А следующий сервис, это сами электронные торговые площадки. Вот то, куда мы с вами переходили, где взять список этих площадок, также идете на фидресурс, здесь есть вкладка «Реестры». Открываете его, вот есть вкладочка «Торговые площадки». Вот список из более чем 40 электронно-торговых площадок, где продается имущество в процедуре банкротства. Можете перейти на каждую из этих площадок, в поисковой интерфейсе настроить, что вам необходимо, выбрать свой регион, тип торгов, статус, цену, пожалуйста, и посмотреть лоты, которые актуальны по вашему запросу. Таких возможностей, как вы видите, газета «Коммерсант» нам с вами не дает. То есть да, у них есть кнопочка «Поиск сообщений» и все, поиск по ключевым словам. То есть если я здесь напишу «Автомобиль Toyota», то кроме того, что все это платно, они мне здесь соберут все подряд. То есть по всем регионам. В чем удобство этого сервиса, за который хотят денег? Я этого не понимаю. Зачем было вот такую штуку внедрять? Это сущие копейки какие-то они заработают, но вот на показе вот этой рекламы, которую они постоянно показывают, мне кажется, они больше денег потеряют. Конечно, это их бизнес. Наверное, они считают какие-то дополнительные возможности по монетизации, но вот эта история, на мой взгляд, она неправильна в корне. В заключении данного видео я бы хотел сказать о том, что есть масса очень удобных агрегаторов. Да, они платные. Но, как вы видите, и коммерсант теперь стал платным, и газета у них была платная. Так вот, пользуясь агрегаторами, я, допустим, пользуюсь двумя из них. Один из них это вот tbankrot.ru. У меня профи-аккаунт. Очень удобный фильтр. Плюс, смотрите, ребята работают не только с федресурсом, то есть оттуда информация под качество. Они еще сканируют полностью все электронно-торговые площадки, что, на мой взгляд, очень удобно, потому что иногда на федресурсе торги могут спрятать. То есть их размещают не там, где нужно. И, соответственно, поисковый робот, если он не сканирует электронно-торговые площадки, он вам не транслирует эти лоты вот в эту выдачу. tbankrot, он сканирует электронно-торговые площадки в том числе, поэтому у них есть абсолютно все лоты в процедуре банкротства, а также есть лоты, которые продает Росимущество. Вот она, площадка торги.gov. Итак, коллеги, если данное видео было вам полезно, поставьте лайк под ним. Если вы не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Плюс у нас есть канал в Telegram, и у нас есть закрытая группа ВКонтакте, где мы публикуем различную полезную информацию, различные опросы в теме торгов по банкротству. Еще один момент. Если вас интересуют торги по банкротству, и вы хотите стартовать в этой очень прибыльной нише, то я приглашаю вас посетить у нас абсолютно бесплатный онлайн-семинар «Быстрый старт на торгах по банкротству». Ссылочка для регистрации на это мероприятие есть в описании под данным видео. Коллеги, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Куклиан Владимир и образовательный проект Target4U. До встречи.